Челябинских инноваторов приглашают побороться за грант в 500 тысяч рублей. Фонд содействия инновациям предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в программе «Умник». Прием заявок продолжится до 5 ноября. Заявку для участия необходимо заполнить на сайте, адрес которого вы видите на экране. Ну а прямо сейчас мы поговорим подробнее об этом с нашим гостем. В студии у нас организатор конкурса, руководитель молодежного бизнес-инкубатора ЮРГУ Евгений Воденицкий. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Что за заявки такие, что вообще нужно конкурсантам делать сейчас, куда бежать? Потому что 500 тысяч рублей это очень интересная сумма, многие сейчас новострели ушки. Чтобы подать заявку нужно просто зайти на сайт, адрес которого собственно был на экране, либо в любом поисковике вбить конкурс «Умник» и перейти прямо по первой ссылке, найти там Челябинскую область. Там будет кнопочка «Подать заявку». Ну это-то понятно. Какого рода заявки? Что нужно предложить вам? Нам нужно предложить идею инновационного проекта. Заявка принимается по пяти направлениям. Это информационные технологии, новые материалы и технологии их создания, медицина будущего, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии. Не первый же год проводится этот конкурс? Да, этот конкурс проводится уже, если я правильно помню, 11-й год у нас в Челябинской области. Он всегда проходит у нас в Юргу. И вот последние два года организацией этого конкурса занимаюсь я. Я сколько медицина будущего поняла из всего первичного, остальное у меня неизвестное что-то. А вот чтобы более стало понятно, может быть вы расскажете, похвастаетесь какими-то прошлыми победами, достижениями, чтобы мы еще более в курсе были? За всю историю проведения конкурса в Челябинске, в Юргу, у нас победителями стало больше 200 человек. Так, это значит сколько миллионов? 200 человек умножить на 500 тысяч рублей? 100 миллионов рублей. У нас очень много патентов, очень много, ну, по результатам всех проектов, открытых малых инновационных предприятий очень много, бизнесы малые, которые реально работают, зарабатывают деньги на основе своих инновационных проектов. Например? Например, ну, у нас существуют, как по медицине, проекты, которые там разрабатывают инсулиновые помпы, аналог. Инсулиновые помпы? Инсулиновые помпы, да. То есть автоматически подключаемые к приложению на мобильном телефоне, которые автоматически, когда нужно, вводят вам необходимую дозу инсулина. Разработки черябинских ребят? Да, 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 это все наши ребята, студенты, аспиранты. За последние два года таких победителей было 70 человек. То есть вот в последние годы мы увеличили существенно количество победителей. В позапрошлом году у нас было 40 человек, в прошлом 31 человек. А, то есть я-то думала только один победитель, вот ему дадут грант 500 тысяч? Нет, в этом году также у нас ожидается около 30 победителей. Ну, точная цифра пока неизвестна. Она будет определена уже после конкурса. Тем не менее, около 30 человек ожидается в победителях. Шансы очень высокие, поэтому участвовать обязательно нужно. Победа действительно реальна. Ну, это для тех, кто занимается уже какими-то разработками. Вот я сейчас трудно могу представить, что я могу предложить такого инновационного. На самом деле, не обязательно уже чем-то заниматься. То есть можно прийти только с идеей, хоть как-то проработанной, продуманной. То есть у нас много победителей таких, что они пришли без какого-то задела, без прототипа, без каких-то расчетов. То есть вот они придумали что-то, пришли, показали все, рассказали идею. Идея была доработана. Идея понравилась, да. И у них появилось 2 года и 500 тысяч рублей на ее реализацию. А, 2 года дается. Если не успел, то и не забирать. Вернуть, но на самом деле не так все сложно, потому что задание на 2 года пишите вы тоже себе сами. И вы сами как бы говорите, что вы сделаете в течение этих двух лет. Понятно. Ну хорошо. А кем и как будет осуществляться отбор вот этих идей? И кто будет выбирать победителя? И как? Конкурс проходит в 2 основных этапа. Первый полуфинальный. На него вы попадаете, когда подаете заявку на сайте. Все, кто подал, они уже полуфиналисты. Да, они полуфиналисты. Удобно. Далее наши эксперты, это доктора наук, кандидаты наук по конкретным профилям, которые соответствуют направлению этим 5, которые я перечислил. Они проверяют эти заявки, смотрят, проверяют наушную новизну, перспективность проекта, действительно так. Оценивают его. Те, кто набрал больше всех баллов, проходят в финал. По статистике прошлого года скажу, что это каждый третий проект. Иногда чаще, да. То есть что-нибудь сочинить такое не получится, нереально. Я уже тут придумала, проверяем, можно ли это воплотить. Разработала, да, план. Захвата 500 тысяч рублей. Далее вы проходите в финал и уже очно представляете свой проект. То есть у вас по 5-7 минут на защиту проекта. Как защиту? Плюс вопроса, да, да, да. Однако эксперты уже не доктора наук, а представители бизнеса, власти, министры. Серьезные люди. До какого числа заявку подавать можно? До 5 ноября нужно подать заявку. Да, вот еще две недели, можно сказать, осталось. Последняя, сейчас самый пик подачи заявок будет. Торопимся. Торопимся, успеваем. Большое спасибо за информацию. Я напомню, у нас в гостях был организатор конкурса, руководитель молодежного бизнес-инкубатора ЮРГУ Евгений Водениц.